Всем привет, ребята! Вы снова на канале CryptoCommons и сегодня у нас экстренная пробежка по крипто новостям. Кстати говоря, нас уже 1400 подписчиков. Спасибо, что добавляетесь. Проверьте, кстати, не отписал ли вас YouTube, потому что он этим грешит в последнее время. Ну, если не западло, поставьте лайк. Если вам нравится такой контент, конечно. Ну и переходим сразу к делу. Сегодня хотел пробежаться по новостям немножко. Так, ну глянем, что у нас с битком. С битком все то же самое пока. Ничего говорить не буду, отросли. Сейчас можем, конечно, и корректнуться. Но более похоже, на самом деле, что наверх. Полетим. Так, ну и сразу маленький апдейт, пока я там все это делал. Вот биток вроде начал уже так тузимонить вокально. Снял тут небольшой трейд, пока вышел. Сейчас буду монтировать, потом посмотрю, чем это дело кончится. Может быть, да, наверное, рано я вышел. Надо было стоп без убытки держать и не париться. Ну ладно, сажусь монтировать это видео. А вам удачных торгов, если вы это торгуете. Неделька. Неделька, вот она идет. Неделька идет. Вот, видите, бычья. Если посмотреть хайка наше, вообще все зеленое. Если параболик сар, ну сейчас не буду, то она тоже здесь, в общем. Все пока указывает на бычий тренд. Тем более Теслу, вон, смотрите, как ебашит. Теслу ебашит. Кто там шортит Теслу сейчас? Ох, не позавидуешь. Да, кстати, оставлю себе хайка наше свечи. Но это ладно. На самом деле, теханализа сегодня особого не будет. А будем пробегаться по новостям. Смотрите. Ну, самая главная новость, это, конечно, BTC и BTC. БТЦЕ. Но не тот БТЦЕ, который знаменитый нашумевший биткоин-эксчендж. Но не вот этот самый БТЦЕ, на котором раньше многие торговали. Который отжали ФБР у винника, и за который он сейчас сидит непонятно где, непонятно что. А-а-а, БТЦЕ. Это тот самый ETF, по сути, который все ждали. Вот, на Deutsche Borch, немецкая биржа крупнейшая, открылся наглажданный биткоин ETP. Это как бы, это еще круче, чем ETF, на самом деле. Потому что он, это не просто как бы фьючерсы какие-то, или там кэшем обеспеченный. А он типа обеспеченный реальным битком физическим. Вот, инвесторам не нужно заниматься техническими проблемами покупки и хранения биткоинов. Нет необходимости управлять приватными ключами. Взаимодействие с технологией блокчейн. Вот, приведены преимущества продукта в релизе. Короче, чуваки обещают хранить реальный физический биткоин и давать торговать с обычного, с аккаунта биржи многим-многим ритейл-инвесторам. Такая вот бычья новость. Раз. Потом, что? Ну, сегодня самые все, конечно, шумевшие все тоже. Кто поржал, кто поплакал, наверное. Чувак наверняка поплакал, который это сделал. Пользователь эфириум отправил транзакцию в полэфира в 134 доллара сейчас по курсу. Заплатил при этом 20,5 миллиона долларов. Комсы заплатил, чувак. Вот. Это пока что... Ну, видать, он сделал-то по ошибке, либо просто какой-то ебнутый. Это вот пока что рекордная, рекордная комса, как мы видим по графику Glass Note. Вот транза, можно поглянуть его по эфирскану, если кому интересно. Реально все так и было. Вот. 0,55 эфира, 133 доллара. Комиссия 10600 эфиров, 2,5 миллиона долларов. Ну, вот такая новость. Не знаю, насколько она обычая для эфира, но, в общем, про эфир. Да, чувак ХЗ, конечно, говорили, что, может, это сами майнеры делали, но поскольку это рандомно, как бы, рандомному майнеру отправилось, вряд ли тоже, что они сами это делали. SharkPool, в общем, сегодня озолотился, скажем так. Бля, парни, я сейчас просто застрелюсь. Вот, понимаете, вот, понимаете, вот, чего стоит делать вот видеоконтент? Не, ну, я, конечно, сам дурак, что вышел, закрыл сделку, не висел в безубытке. Ну, в общем, да, без меня улетело. Чё, Тузимун, походу? Походу, Тузимун. Ну, ладно, мы продолжаем с новостями и под конец выпуска посмотрим, что ещё произойдёт с этим графиком. Вот, чё ещё у нас? А, ну, из такого нашумевшего, что меня поразило, это... Вот, смотрите, браузер Brave получил свою форк-версию без реферальных ссылок. Короче, форкнули Brave разработчики, он называется теперь Braver. Тема-то в чём в этой новости? Что... Из-за чего вся звонушка пошла? Что якобы их обвинили, что, мол, у них в коде прописаны встроенные реферальные ссылки. В частности, когда набираешь сайт Binance US, он вёл типа на реферальную ссылку. И я проверил, реально, даже сейчас, вот у меня не обновлённая версия. Вот, смотрите. Просто набираю Binance, только не com, а US. И вот, видите, что он делает? Предлагает сразу реферальную ссылку. Ну и, да ладно, в принципе, чё. Я вот лично ничего против реферальных ссылок не имею. Я сам их, как бы, активно пиарю и благодарю вас за то, что пользуете партнёрские ссылочки, потому что это реально помогает. И, в общем, в принципе, ничего против реферальных ссылок не имею. А форк Брейва непонятно, как будет работать, поскольку он будет без Basic Attention токена и без всего остального. Поэтому хуй с ними. Брейвер он называется. Бля, чуваки просто ебанутые. Ездит тут на тачках. Так. Ну, чё ещё? Число эфириум-адресов превысило 100 миллион. Супер буллит. Новость, как бы, даже открывать её не буду. Ну, Минэкономразвития скритиковал законопроект, запрещающий биткоин в РФ. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Обнуление Путина. Это уже всё поли-та-та. Да, Михаил Ефремов, вы знаете, наверное, да, блин. Вот это реально, хоть и не крипта, но жестковатая новость. Что такое, медийную хрень раздули. Жалко, реально, очень хороший актёр. Но, в общем, чуваки, не бухайте, чё я могу сказать. За руль не садитесь, пьян. Вот. Ну, BitMix, вот, прикольно ответили мемом на... Своё незаконное... Короче, всё хуйня, это неинтересно. А интересно, вот чё, смотрите. Есть такой чувак, character, и он за права чёрных. Вот этот канал, у них сейчас Black Life Matters. И тут такая тема. Вот чё он говорит там. Есть у меня, говорит, идея, как мы можем двигать нашу тему. И есть макроидея, есть, говорит, сейчас в деталях расскажу. Есть первый солюшен – это альтернативная финансовая система. Да, эти говорит, пидоры нас прессуют и не дают со своей финансовой системой. А есть новая финансовая система. Не дают нам нихуя делать. А есть новая финансовая система. Учите про неё. Она называется Bitcoin. Она как раз создана для таких, как мы, чуваков, чтобы эти пидорасы не могли узурпировать наши финансы. Они не могут припечатать сколько угодно долларов и забирать их из наших карманов в свои, в своих друзей. Да. Поэтому обязательно изучайте про эту систему. Она называется Bitcoin. Она делала как раз для этих целей. Есть чувак Андреас Антонополос. Сейчас он выскочит, кстати, справа. Перевод моего интервью часового. Кто не видел, посмотрите. Обязательно изучайте чувака Андреаса Антонополоса. Он очень крутой. Всё рассказывает за технологию блокчейна, за Bitcoin. Ну вот примерно так двигает чувак, короче, в Twitter. Да, найдите Андреаса Антонополоса в YouTube. Изучайте, что он говорит. Вы не должны класть все бабки ваши в это. Вы можете класть хотя бы 5 долларов в неделю. И не позволить им убивать нас за наши же деньги. Ну вот такой движняк, короче, у чёрных идёт. Вот. В принципе, тоже супер-супер булиш. По-моему. Правда, найдутся всегда и чёрные тоже, которые их. Правда, всегда найдётся и чёрные, которые их. Ну вы поняли. Вот. Но нет, если они в лонге стоят, то всё нормально. Он ликвидирует шорты. Ладно. Это я угораю. Ну а так чё? Какие ещё новости? Да, чёрный вот чё говорил, что... Его обвиняли в том, что он... Опять там чё-то жёстко в суд вызывали. Ну и в общем он ответил. Зарегистрированы на Сейшелах. Попробуй что-то мне сделать, бро. Вот. Ну как бы... Да? Чё? Все мы понимаем, что это кухня. Шарашки на конторке. Ну, кстати говоря, BitMix, на котором курс падал хуй знает куда, и проскальзывали ордера, и невозможно ничего сделать. Ни в какое сравнение не идёт с Bybit, который активно я вам попиарю. И по ссылке из описания предлагаю зарегаться в турнире. Напоминаю, уже вот идёт регистрация. Уже призовой фонд 0.34 BTC. Уже 63 за Орегана участника. Вот. Когда будет 500 участников, призовой фонд будет 3 BTC. И, собственно, турнир начнётся 8 июня и закончится 28 июня. Точнее, регистрация началась уже 8 июня, а сам турнир начнётся 14. Вот. И продлится до 28. Короче, это специально для русскоязычных трейдеров. Вот такие призы будут. 5 лучших трейдеров разделят призовой фонд. Ну, и получат сейчас дополнительные скидки на все комиссии и так далее и тому подобное. Вот. Состязание в паре BTC и USD. Минимальный депозит на счету 0.02 BTC. То есть, я думаю, многие могут себе позволить 2 миллиона Сатоши закинуть. Вот. Так что... Напомнил о турнире. Ну, и вообще, пиздец, вы видите, что творится? То есть, Фомка вот тут ебашила. И... Просто. То есть, вот теперь я думаю, да, хорошо, что я всё-таки делаю обзоры. В этом не участвую. Хотя, в принципе, тут понятно, что надо было выйти. Сразу шартанэ на всю котлету. И тут... Ну, это так понятно, всё уже постфактум, конечно. А сейчас... Ладно, пускай чуть-чуть это всё утрясётся. Надеюсь, никого не смыло и все в профите и вовремя зафиксировались. Или усреднились. В общем, как-то так. Ну, ладно, чё. Какие-то такие новости вот хотел с вами поделиться, вкратце рассказать. Но я думаю, вы и так всё это видели. Так что это такой вечерний запоздалый дайджест по заезженным новостям получился. Ну, вот про BTCE это круто, по-моему. ETF. То, что он физически забэкапленный. Вот. Такие какие-то, ребят, дела. С вами был Фла-Ла-Ла. Это канал CryptoCommons. Не забывайте подписаться, поставить лайк, написать комментарий, добавиться в телеграм-чат. Вот. И, собственно, всё такое. Чё. Не забывайте про турнир на Байбет. И будьте аккуратны, используйте стоп-лоссы. Ставьте тейк-профиты. Это, как бы, давайте прибыли честь, течь, четь. Но режьте убытки коротко. Такой движ. Всё, писал. Йо-йо-йо. До скорого. Увидимся в турнире. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...